Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюрашворд. Сегодня понедельник, 30 января 2023 года, 341-й день войны путинской России против Украины. Время 7 часов 5 минут, и у нас на связи сержант Сбройных сил Украины, политик, мой друг Руслан Рогованов. Доброго ранку, Руслан! Или сейчас принято говорить, наверное, доброго Тагеранку, потому что уже второй день в Иране пововное, с шахедами, мопедами, видимо, будут проблемы. И вот по последней информации, в городе Мехаббат тоже бавовно некие неизвестные ВВС нанесли удары по шести машинам корпуса стражи Иранской революции возле города Абу Камаль на границе Ирака и Сирии. Ответственность за это никто до сих пор на себя не взял. Ни одно, так сказать, гражданское лицо при этом почему-то не пострадало. Ну, что я могу сказать? При этом в Тагеране идут протесты с подлозунгами «Долой Хаминой». Ну, вот как так. Ну, ты же понимаешь, что данная ситуация понятная, в принципе, со всех сторон, несет некоторую грозу для нас. А в случае начала большой войны на Востоке, внимание будет отвлечено от Украины. Поэтому, ну, как бы, я понимаю происходящие события там, но мне все-таки мое ближе. Это естественно. Поэтому, ну, будем посмотреть, как будут развиваться события. Сильно все в этом мире. Но самое интересное то, что в Тагеране начались протесты против того, после того, как неизвестные летательные аппараты раздолбасили взлетно-посадочную полосу в Энгельсе и несколько самолетов, там было «Путин, помоги». Ну, вот видишь, я же говорю, это то, что мы с тобой обсуждали и то, что говорили, когда мы там с Дудковым разговаривали. И вообще там, когда я говорил, что в России нет, в принципе, оппозиционных сил. В России нет сформированного протеста. В России народ еще верит в Бога Путина и, соответственно, поклоняется ему, да, то есть он не готов к имени. И вот это все видно, в каком отношении, то есть и правильно играющий, когда были удары по Энгельсу, то Путин веди войска, и Путин помоги, потому что российское общество еще не созрело для защиты своих интересов и отказа от РАПС. А, оказывается, весь жиранское общество уже созрело. И, в принципе, мы прекрасно видим и понимаем, что в случае развития дальнейшего протеста он будет поддержан, соответственно, со всех сторон, и будут внутренние изменения в государстве, тогда как Россия не готова к внутренним изменениям, и нам придется завоевать до тех пор, пока мы не сломаем холку Путина и вовсе вот этой клики, но нужно понимать, что это война с Россией, с русским народом, потому что он на сегодня не является народом, не является гражданином. Это рабы, которые сегодня в угоду Путина воюют против нас. Да. Причем им не приносят никакого, никакой пользы. Но они воюют против нас. Они убирают за Путина. Будем воевать до конца. Причем, вот я в самом начале подчеркнул, после этих ударов неизвестных ВВС, а это святая земля, тут произошло чудо, это понятно. Но, как сообщил мэр Харькова Терехов, опять ракета С-300 попала опять в жилой дом в центре города. По последней информации, одна женщина погибла. Новые данные какие-то, Руслан, есть? Нет, там новых данных по тому дому нет. Его расселяли, сейчас завалы разобрали. В принципе, один погибший, если у себя женщина, муж ее в то время чудом сохранился. И сейчас расселили уже людей с этого дома, с послодавшего. Ну и давай говорить откровенно, что такое С-300? Белоседка, как копеечка, у нее разлет там, извини меня, явно не. Не метр, не два, не три, да. То есть это невысокоточное оружие. Это то, о чем мы с тобой говорили раньше. Россия будет применять любые ракеты без высокой мощности, а будет только нанести удар. Все равно пострадают при этом гражданские объекты, пострадают гражданские объекты. Ну, тактика Хамаса и исламского джихада. Лупить неуправляемыми снарядами, вот вам, пожалуйста. Кстати, об С-300. Как известно, на вооружении иранской армии стоят новейшие российские средства ПВО. Неизвестные летательные аппараты, почему-то их наличие не обнаружили. Это вот тоже так. Теперь, Руслан, я попрошу тебя прокомментировать очередное, пардон, заявление ЧВК Вагнера о том, что они взяли Бахмут. Это так или не так? Они Киев еще не взяли, нет? Они об этом еще не говорили. Ну, пусть скажут, в принципе. Примерно то же самое будет. Нет, конечно. И несмотря на интенсивность боев по Бахмуту, под Голидаром, они не взяли, не Голидар, не Бахмут. Понятно. Дальше. Я попрошу тебя прокомментировать заявление полковника запаса ВСУ Олега Жданова. Он заявил, что по его мнению, он сказал, что это его мнение неофициально, что главная задача Сбройных сил Украины на сегодня – это выйти на побережье Азовского моря, потому что это рассечет российские войска на две части. И причем, он сказал, неважно, это Мариуполь, Бердянск, Перешейк. И после этого дальше война для России, для ее политической верхушки станет бессмысленна. Ты согласен с этой точкой зрения? Британские ученые обнаружили, что Алисович является сыном Жданова, потому что на суд они одинаковые есть. Это такой у нас анекдот местный. Это первый вопрос. Теперь второй вопрос. Он заявил это после того, как было запечатано, где там в западных средствах массовой информации было напечатано о наступлении Украины, готовящемся с проходом к Мелитополю, развлечения. Хороший аналитик, который читает в Астанальной Минзете, в принципе, правильно надо читать и понимать, что говорят люди в мире. Вот, но сам факт. Теперь подумать и сказать самим. Только генеральный штаб знает, в каком направлении вы обонимаете. Ну, это логично. В генерального штаба есть семь, грубо говоря, отработанных планов, в какую сторону, как мы это будем действовать. Плюс эти оперативные планы меняются в соответствии с изменениями обстановки. И просто странно сказал то, что видно невооруженным взглядом, что было бы хорошо, если бы мы пошли именно туда. Но не надо забывать, что те же россияне точно так же прочитывают ситуацию и точно так же видят, когда мы можем пойти, да, и сделать логу. Это уже вполне возможно. Поэтому, знаешь, мне всегда нравятся аналитики, которые там выдают желаемо, действительно, посмотрим, Юра, куда будем, готовимся, готовимся, готовимся к обороне к наступлению, ко всему готовимся, потому что очень зависит от того, сколько России еще ведет сюда войск. Вчерашний удар по разгрузке Валовайски, когда на крыле эшелоны разрушающиеся, это то, что Россия гонит сюда, но вышло, но вышло, и силы, и поэтому от этого будет тоже зависеть, в каком направлении мы будем развивать наступление, либо мы будем удержать оборот. И когда нам придет помощь, в полном объеме. Сейчас, либо через месяц, либо там, через два месяца. От этого тоже зависит от направления удара и всего. Поэтому я бы, например, не сильно бы советовал всех опираться на данные Швейцария, Жанова и так далее, а думать своей головой и думать о том, что при всем желании быстрее закончить войну, она быстро не закончится. То есть нам еще нужно получить всю помощь, и еще нужно выглядеть в России. Почему это не повлияет на российское политическое руководство? Ну, мы уже с тобой это объясняли не один раз, и в принципе для них не играет сейчас роль победы или поражения, для них не играет жизнь российского солдата никакой роль. Там идет решение, принимается только с точки зрения реализации собственного какого-то виртуального пространства. Поэтому даже если мы выйдем на побережье Зозовского моря, что сделать Россия? Россия либо будет бить на по гражданским объектам, либо введет еще дополнительные войска по другим направлениям и пытается взять его. То есть это то, что может быть. А вот то, что не сяло за стол переговоров, либо когда политически поменяется ситуация, ну нет, не поменяется. И люди еще, ну нет, не поменяются. И общество российское тоже не поменяется. То есть нужно еще, как минимум, хотя бы столько же количества погибших россиян, чтобы они начали как-то в обществе задумываться. Я не говорю, так изменения были. Так только начнут задумывать. Поэтому Жанна, конечно, может выдавать желаемое за действительное. Ну сейчас уже я, наверное, не из первой сотни тех, кто вот на прошлых выпусках говорил, что для Путина количество двухсотых никакого значения не имеет. А поскольку он человек мистического сознания и любит сакральные даты, то это и Резников говорил, что к 24 февраля он организует новое наступление, новую волну чмобиков. Уже называются цифры 300 тысяч. Но тут уже днями прошла информация о заявлении сестры Ким Чен Ына, северокорейского диктатора Ким Ё Джон, которая сказала, что мы с Россией в одном окопе. А вот тут вопрос. А если они действительно какой-то контингент направят свой в Украину тогда что? Ну, тогда сколько отправят, Ира? Понимаешь, отправят больше, Южная Корея наконец-то воссоединил свою страну, отправят меньше, ну, такое удобрение новое появится в Украинской земле. Я не думаю, что они будут отправлять в свой пехотный контингент или какой-то там поставки вооружения, я думаю, то, что есть там, теория снарядов или чего-то еще. Никак это не повлияет и в принципе на сегодняшний день резервы России еще достаточно серьезные. То есть мы понимаем, что там за один, за два месяца у нас не получится закончить войну. Но тем не менее есть планы и выхода в Крым в том числе. Поэтому повоюем, посмотрим. Там пусть поселают кого угодно. Понятно. А что происходит сейчас в целом на линии соприкосновения? Линии соприкосновения сейчас без особых изменений. В принципе, после того, как у вас от Солидара и держат высоты, бои за Бахни, бои за Волидар. То есть это два направления, которые наиболее серьезные. Плюс район Кременную Сватову там у нас позиционные изменения в части. И россияне пытаются продвинуться и мы иногда продвигаемся. То есть там такая изменяющаяся ситуация. После остановления фронта пока кроме артиллерийских обменов больше ничего. Ну и накопление России войск на запорожском направлении. Были попытки прохода, продавливали на галяй-поле, которые были пресечены. Происходит накопление на Запорожье, накопление в Донецке опять же области отработали очень хорошо как раз всеместно с неизвестными ретарианными аппаратами наши неизвестные хаймарсы приземлились как раз по месту разгрузки. Там очень большие потери в России явные живой силе и в техниках которая разграждалась. И соответственно больше без особых изменений ну и бьют со стороны России по проживают бить по жилым домам в Харькове, в Херсоне там в Запорожье. То есть мы знаем о том, что Россия позволяет свою террористическую тактику. На что они рассчитывают. Ну вот мы знаем что наконец-то они заводят мобик. То есть тех, которых они готовят и которых они полотали три месяца слаживания которых было. То есть они сейчас кидают новые силы. Ну придется опять молотить перемирие. А вот кстати видимо нашу с тобой передачу когда ты сообщил шокирующую информацию о том, что Кремль кидает своих чмобиков на минные поля видимо ее посмотрели в Соединенном Королевстве потому что далее была выдана аналитическая справка о том что если Россия будет такими же темпами расходовать свой потенциал то к сентябрю общие потери России могут достигнуть полутора миллионов штурмов ты согласен с такой цен если они будут идти штурмом так как они штурмуют сейчас солидар или углидар то да полностью согласен они сейчас расход биоматериала составляет ну так примерно наверное если взять по солидару я беру вообще выбившие не только погибшие там приблизительно там условно там 10 15000 до 10-15000 это в принципе для солидара это третьего населения было бы ну теперь считай если не каждый город с такими расходами был бы понятно и в заключение у меня вот какой вопрос мы начали с того что на ближнем востоке произошло чудо кто это чудо организовал я не знаю но тут неожиданно высказался экс-нардеп а ныне коллаборант находящийся в Москве господин Киева который сказал нецензурные слова в адрес евреев и сказал я не могу это продемонстрировать ребят но там нецензурщина он сказал что вы что евреи обалдели он что наркота была не свежая прокисла ну да это же не секрет для украинского гражданина для всех это же не секрет по поводу употребления тяжелых наркотиков ну пусть как-то уже начинает следить за собой понятно руслан спасибо огромное за интереснейшую беседу друзья спасибо вам огромное за то что помогаете спецподразделению хор вот вчера пришло еще 600 гривен спасибо вам огромное друзья вы замечательные люди но хлопцам нужно два антидроновых ружьян вот на половину мы собрали пожалуйста я очень вас прошу пожалуйста еще помогите спецподразделению хор с тем чтобы украина победила как можно быстрее чтобы как можно быстрее вымела всю эту шушеру со своей территории чтобы наконец-то весь мир вздохнул спокойно мы должны быть все благодарны украине и украинцам за то что они защищают всех нас дякую украина слава украине не ровным славам до встречи друзья до завтра пока пока Субтитры сделал DimaTorzok